Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня 13 июня, я уезжаю из Петрозаводска, и я еду в Сартовалу. Сартовала находится на юго-западе Карелии, недалеко от Финляндии, и, к сожалению, поезд туда не идёт. Это значит, что я еду на машине с водителем. Всё, вперёд в Сартовалу! Привет-привет, мы с вами остановились в городе Пряжа. Здесь занимаются собаками хаски. Посмотрите, сколько собак. Это очень красивые собаки, сейчас мне о них расскажут. Собачки все добрые. Да, они кусаются, кроме того, как... Если они на вас речат, гавкают, то это они привлекают ваше внимание, чтобы вы погладили. Хорошо. Можно гладить? Да. Да? Привет, собачки! А это новенький? Он так бунтует немножко. Это наш черке. Он уже один из первых усов. Общительный. Да. Понятно, кто это там такой сидит. Привет! Айскрим! Выходи! Айскрим! А я почему-то думала, что хаски, они все такие темные, с белыми глазами, вот как щеночки. Нет, хаски они бывают разными. Да? Хаски у нас стоят корня. Ага. А это не хаски, да? Это не хаски, это чукотская издавая. Чукотская издавая. А чукотские поймусь. Ага, понятно. И они все дружат между собой? Нет. Нет? Понятно. А сколько у вас здесь собачек? Вообще 56, но это если не считать щенков и тех на передержку. Понятно. А этого можно погладить? Да. Чук, привет. Можно тебя погладить, чук? Красивый. И чем занимается ваша база? То есть вы собачьи упряжки или землетрой заносите? Ну, вообще изначально питомник был создан для экспедиции, но потом наш директор, хозяин столика, он начал привлекать туристов, в общем, катать людей. Понятно. Для экспедиции зимних или летних тоже? Ну, в основном зимних. Понятно. Здорово. Потому что зимой им легче работать и температура хорошая. Им сейчас жарко, да? Да. А как они, как вы их охлаждаете? Или они сами охлаждаются? Ну, вообще вот некоторые родят ямы, например, вот в той части есть. Боим их. Да. В тенечке они лежат. Понятно. Купаем иногда. А они всегда на цепи или гуляют? Они гуляют. Ну, да, мы их выгуливаем, вот, или там туристы, которые приезжают. О, какой красивый. Вот это хаски, да? Да, это хаски. И поморский. Поморский, да? Это наследник вожака стаи, вот Акелы. Вот это вожак? Да. А сколько ему лет? Вообще сколько они живут? Ну, у нас его-то был самый старый пес, он был 18 лет. 17 лет? А ты вожак, да, Акела? Да. Можно погладить? Какой ты красивый. Какой ты красивый. С голубыми глазами. Здорово. Красавчик. А у вас свои любимчики здесь есть? Да. Покажите. Лили. Где Лили? О, лисичка. Да. Привет. Ласковая, да? Да. Здорово. А там щеночки, да? Ну, вот один щенок со своей мамой сидит, а второй щенок и последний в вольере. Какой красавчик. А почему они такие добрые? То есть они выводились специально как-то или просто... Сначала, ну, вот они были выведены, когда, ну, когда вот начинали разводить эту породу, все они, эти собаки должны были быть не агрессивными, и поэтому если в помете были агрессивные собаки, то убивали весь помет и родители. Понятно. То есть вывели добрых собачек, но дорогой ценой. Да. Понятно. Это наш маламут Грэм. Он у нас снимался в фильме. В каком? Фильм называется «Первый» исторический фильм. Времена это про первого. Звезда? 7 июня вот вышел. О, звезда. Ему показывали фильм? Он тебя узнал? Нет. Он играл там волка. Да? Ой. Можно к волку. К нему? Да. Мамочки. Серьезно? Да, он очень добрый. Мамочки. Серьезно? Такой большой и добрый. А в волка играл? Привет. Привет. Друзья, посмотрите. Большой дом. Просто номер люкс у него. Здорово. А вам нравится работать с животными? Да, конечно. Да? Мне же тут шестой год. Шестой год? Здорово. Вы тоже, да? Мы здесь как волонтеры. Волонтеры? То есть волонтеры ухаживаете за собачками, да? А сами вы где живете, девчонки? Здесь. Прямо здесь? Здорово. Ну, собачки, до свидания. Вы очень милые. Не хочется от вас уходить. Вообще не хочется. Все, пока. Гав-гав. Я надеюсь, что вам понравилась наша встреча с собаками. А мы уже подъезжаем к городу Сартовало и находимся на берегу Ладожского озера. Это самое большое озеро в Европе. Посмотрите, как красиво. Продолжение следует...